3 декабря свой профессиональный праздник отмечали юристы. Именно они помогают тем, кому в частности необходимо списать долги или начать процедуру банкротства. Кредитные дела, наверное, одно из самых распространенных сейчас направлений в практике. Нюансы обсудим с гостями нашей студии. Сегодня это Игорь Николаев и Юлия Ярош, арбитражные управляющие, основатели юридического центра правосудия. Здравствуйте, Игорь Викторович, Юлия Викторовна. Здравствуйте. Скажите, когда человек уже находится в процессе банкротства, нужно ли платить кредиты? Нет, гражданину платить по кредитам не нужно. На основании федерального закона о банкротстве, для того, чтобы гражданина признали банкротом, он уже должен быть неплатежеспособным и не платить по своим кредитам. У него должны иметься уже просрочки по кредитам. Поэтому, если гражданин не платит по кредитам или понимает, что он не сможет в следующем месяце заплатить по кредитам, он уже имеет право обратиться за процедурой банкротства. В процедуре очень много нюансов, но один из самых часто задаваемых вопросов – может ли человек, который идет на банкротство, официально работать? Это играет какую-то роль? Да, человек может работать официально. В законе о несостоятельности банкротства ограничений на официальное трудостоинство нет. Поэтому человек, который даже работает в ходе процедуры банкротства, он себя даже характеризует положительно в глазах суда. Допустим, с банкротством все получилось, но через какое-то время человек снова хочет взять кредит. Получится ли у него это сделать? Да, получится. Сейчас объясню даже как. Что нужно для начала. Для начала, после того, как процедура банкротства была окончена, он получил определение о завершении процедуры и списании всех долгов. После этого ему необходимо проверить в Федеральной службе судебных приставов открытое исполнительное производство. К тому моменту они должны быть закрыты. Но если же они открыты, необходимо обратиться в службу судебных приставов с заявлением об их закрытии и приложить туда определение о завершении процедуры банкротства. Во вторую очередь, нужно будет проверить в банках, имеются ли у него действующие кредиты. Так как процедура была завершена, но банки могли эту информацию не удалить из базы. Соответственно, ему лучше обратиться с заявлением, соответствующим приложить определение о завершении процедуры, чтобы банки исправили эту ситуацию. Ну и в последующем, для того, чтобы взять кредит, нужно начинать с малого. Допустим, взять какую-либо технику в рассрочку, 5-10 тысяч рублей или же кредитную карту. Для того, чтобы банк, когда увидит небольшую сумму, он еще может выдать кредит. Так как человек прошел процедуру банкротства, и в последующем, если человек будет ее исправно исполнять обязательства по кредитам, то банк уже сможет предложить сумму и больше. Сейчас очень многие фирмы предлагают свои услуги по процедуре банкротства. Как распознать мошенников или недобросовестные агентства и не попасться на их уловки? Хочу порекомендовать вам правила, по которым лучше всего выбирать компанию, которая будет проводить вашу процедуру банкротства. Во-первых, советую обратить внимание на само название компании, проверить сайт данной компании, посмотреть соцсети, как они ведутся, когда выставлялись последние фотографии, живые ли там люди или просто фейковые странички. Далее, когда вы уже записались на консультацию в компанию, вы можете спокойно спрашивать у сотрудника, который вас консультирует, сколько дел было завершено компанией, кто являлся арбитражным управляющим. Это очень важно, потому что в компании хорошей, которая доведет дело до конца, обязательно должны быть свои арбитражные управляющие. Обязательно нужно обратить внимание в определении суда на фамилию арбитражного управляющего и на ту фамилию, которую предлагает сотрудник, когда вас консультирует и говорит, что ваше будет дело вести арбитражный управляющий с такой фамилией. Обязательно внимание обратить на договор и на все условия и пункты договора. Потому что некоторые компании в договоре на заключение услуг указывают, что мы гарантируем признать вас банкротом, но это не означает, что они гарантируют списать долг. Именно в договоре должно быть указано, что спишем долг гарантия. Также еще хотелось сказать, что в компании должен быть большой штат сотрудников, чтобы если заболел один сотрудник, другой мог довести дело данного клиента, либо уволился сотрудник. Не рекомендую обращаться к юристам-одиночкам, потому что один человек не сможет провести процедуру банкротства, даже потому что он не является арбитражным управляющим. Так как все равно основную работу проводит арбитражный управляющий и уже на основании его отчетов списывается долг в суде. Ну и хотелось бы дополнить, что не стоит вестись на дешевую цену по банкротству. На рынке уже есть цена, которая сложилась за услуги, которые доводятся до конца. Спасибо за интересную беседу. У нас в студии были Игорь Николаев и Юлия Ярош, арбитражные управляющие, основатели юридического центра «Правосудие». Продолжение следует...